Добро пожаловать снова на мой канал и сегодня в центре внимания у нас инстасамка. Блогерша Дарья Затеева, она же инстасамка, сегодня отличилась у нас. Устроила она в общем своем инстаграме в сторис такое, что на голову не натянешь. Я просто не мог обойти это стороной. Значит, она за опоздание своих визажистов просто начала открыто унижать, материть. Все это выкладывала она в сторис, то есть человек все это снимает, как она их материт, унижает. Вам нужно это просто увидеть, понимаете? И все это выкладывается в инстаграм в сторис. Там, где человек открыто матами, не стесняясь, там просто летели такие слова, как такой инстаграм просто допускает. Девочки, знаете что? Это было последнее ваше опоздание. Вышли обе на мои квартиры. Обе собрали свои кисточки и вышли из моей квартиры. Я вам говорю, собирайте свои манатки. И из моей квартиры. В общем, я решила, что это был последний день, когда я в свою сторону терпела неуважение, опоздание. Вы знаете, что вчера сделал оператор? Он просто проспал самолет. Проспал самолет на клип. Два месяца работала с одной ассистенткой. Вы знаете, что она сделала? Она умерла около 200 тысяч из нашего бюджета. Двухстан. Хочу обратиться к блогершам, к певичкам, которые сразу же после моих фотосессий идут к тем же фотографам, к тем же визажистам и к тем же стилистам. Хочу вам сказать, что это ебаный. И если вы до сих пор работаете с ними, значит, вам нравится жрать, терпеть опоздание и прочую. В общем, девочки скинули мне только что карточку и хотят, чтобы я за их работу заплатила. Так вот, к чему я это? Я лучше сожгу эти деньги, чем они их потратят на свою непчемную жизнь. Вонючие кредиты. Вы знаете, то, что внутри вещи можно меньше смотреть? Инстасамка, конечно, славится вот этими всеми выпадами. То она на курьера там что-то вылила, то, в общем, она постоянно на всех орёт, вокруг неё всегда скандалы. Это такая скандальная блогерша, которая только этим и славится. И каждый раз она заходит всё дальше и дальше. Что меня удивляет в этой ситуации? То, что она строила очередной скандал, вообще не удивила. Когда я узнаю о таких персонажах, как Инстасамка, Даня Милохин и так далее, я узнаю это против своей воли. И поверьте, это не потому, что я там сидел и искал их. Потому что о них постоянно говорят, постоянные какие-то новости про них. В общем, ты хочешь, не хочешь, ты всё равно о них узнаешь. Как это сейчас модно говорить, инфлюенсеры. Люди, на которых равняются многие. Кумиры. Новые кумиры молодёжи. Вот одна из них, это Инстасамка. Для меня, конечно, это шок. Я вот смотрю на неё. Совсем молодая девочка. Конечно, она добилась хороших успехов. Она стала популярной, много зарабатывает. Видимо, с приходом славы и денег улетела её кукуха окончательно. Потому что, ну, так себя вести, мне кажется, это вообще ненормально. Хорошо, там люди опоздали, ты взорвалась. Я и сам не люблю, когда люди опаздывают. Ну, окей, ты сорвалась, накричала, там, даже если с матом. Зачем ты это всё выкладываешь в Инстаграм? Что вы думаете? Вот для чего люди это делают? Для хайпа вот такой ценой, вот любой ценой хайп вокруг себя. То есть, любой ценой, даже вот такой вот грязной. Лишь бы обо мне говорили, лишь бы обо мне написали. Ну, вот и написали все. А самое ужасное в этом всём, наверное, это то, что у таких людей, как эта Инстасамка, Милохин и так далее, очень известных скандалами и своими непонятными выпадами, у этих людей просто миллионная аудитория подростков, которая на них смотрит, которая на них равняется и хотят быть такими же, как они. И мне кажется, вот это, конечно, пугает. Вот они кумиры, как говорится, 21 века. Смотришь на неё, что она с собой сделала, вот эти губы, понимаете, уже не важно, как ты выглядишь, одевайся, колись, делай, что хочешь. Зачем вот это вот всё делать? В общем, Инстасамка, как всегда, подтвердила свой статус скандалистки и в очередной раз показала всему свету, всем своим подписчикам, какая она королева и как вот она может всех вокруг унижать, сжигать деньги. И что будет со всеми и с каждым, кто станет, так сказать, не то, что на её пути, а если ей что-то не понравится. Я вообще не знаю, как люди с ней работают. Судя по всему, у неё, конечно, характер ещё тот. Я, конечно, надеюсь, что она когда-то повзрослеет, помудреет и задумается о своём поведении, хотя это всё моя наивность. А может быть, она это специально делает на камеру для того, чтобы ещё больше привлекать к себе внимание, что, в принципе, очень даже может быть. Давайте вот на чистоту. Когда вот смотришь на какого-то артиста, неважно, блогер, это артист, который вот просто там сидит, что-то интересное рассказывает, возможно, там рисует, поёт песенки под гитару и так далее. Ну, смотрит его какое-то там количество людей, но особо это не заходит. Когда происходят какие-то трэши, то люди сразу начинают на это реагировать. И, наверное, вот я так думаю, что есть спрос на вот такой вот трэш, на таких трэшовых блогеров, как Инстасамка, и поэтому они этим пользуются. И мне кажется, они дают людям то, что люди хотят видеть. Ну, по крайней мере, самая активная аудитория – это подростки, которым просто вот, видимо, заняться больше нечем. И всё своё время они проводят в гаджетах, где они и в ТикТоке, и в Инстаграме следят за своими кумирами, что они там в очередной раз учили. И вот они для них это стараются делать. Я больше склоняюсь к этой версии, потому что я не думаю, что они совсем там все из ума выжили. И всё-таки, я думаю, это игра на публику. И такой хайп, такой пиар грязный для того, чтобы удерживать вот эту аудиторию, и чтобы её рейтинги не падали. Потому что вы же понимаете, да, что любой блогер, он живёт на рекламе. А если о блогере не говорят, значит, он неинтересен. Неинтересен блогер, значит, рекламодатель к нему не придёт. Поэтому многие блогеры, к сожалению, особенно в России, вот таким вот образом, хайповым, скажем так, пытаются всячески к себе привлечь внимание. Что думаете по этому поводу? Возможно, меня смотрят её фанаты. Кому-то она нравится. Я, честно говоря, не знаю ни одной её песни. И не хочу даже знать. Могу себе только представить, что она там поёт. Пусть себе поёт. Раз кому-то она поёт, значит, кому-то это надо. Нравится ли вам Инстасамка? Нравятся ли вам нынешние вот такие вот блогеры? Как вам такое привлечение внимания Радиславы? Видели, вы знаете её? Пишите всё, что думаете по этому поводу. Обсудим. И на этом, в принципе, буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Жду вас в комментариях под видео. Всем хорошего вечера и до скорых встреч. Пока.